Всем привет! Пришла сейчас собирать я смородину красную, обобрать надо. Бетончик у меня вот такой. Он у меня на веревочке. Я малину собираю в него. И смотрю, ну что это протянут, протянут шланг-то с водой. Смотрю, Ильгиз прикопал ветки вот так, чтобы корни дали и рассадит. Вот любимую свою смородину. Он прикопал. Молодец. Молодец. Сегодня 20 июля. Кстати, мы сегодня очень хорошо разглядывали нашу Иргу. И как бы, ну убеждая себя, почему такая ерунда получилась, большую часть на верхах съели дрозды, увидели, а по низам вот так вот она засохла. Она у нас засохла. Ильгиз сначала не поверил, увидев мое видео, что такая ерган, он говорит, что тоже не подходил. Я думаю, да ну что она там засохла, говорит она. Это дрозды съели, потому что прямо они с ума сходят. Сожирают все на своем пути. От них всегда и прячемся. Ну сейчас вот внимательно посмотрел, что очень много из засохшей. Вот именно, что она вот засохшая. И уже отлетает. А есть где явно, да, пооборвали они дрозды. Но ничего, пусть кушают, им тоже надо. Кстати, ветер, конечно. Кстати, в этом году совсем нет рябины. Вот это кус рябины, дерево. Вот, вот, вот одна веточка. И все. И нигде, нигде, нигде нету. Раньше мы по рябине узнавали, какая будет зима. Если рябины мало или там ее нету, но я первый раз вижу, чтобы ее вообще не было, то зима будет теплая. Типа, еды нету, она не нужна, и да, зима будет теплая для птиц. А если вся рябина обсыпана, да, весь вкус рябины обсыпан ягодой, значит зима будет холодная. Ну, это вранничные бреметы. Сейчас, конечно, сейчас у нас что зима, что лето. Зимы нету, зима теплая, а лето будто бы холодное. Ладно, будем собирать. Ну, вот и все. Три литра набрала. Оказалось, что у его, этой смородины, здесь очень много. Все, пустой кустик. Все, все, тщательно собрала. Я сейчас, кстати, оббираю, и вот уже в конце вспомнила, мне кто-то из моих старших родственников, то ли, может, бабушка, то ли тетя, или еще кто-то говорил, Наташ, не обирай всю ягодку с куста, птичкам оставляй. А я это что-то так тщательно собрала, и вот уже в конце немножко осталось. Ну, ой, бедные птички будут голодные. Вот, надо же вот что-то вдруг и вспомнится. Кстати, вот тут бордовая висит, которая почти красная эта. Эльгиз ее убирает постепенно, но ее тут немного совсем. И говорит, ой, она вся поклевана тоже птицами, съедена. Вот, надо или отдельно собрать, или в эту ли можно. Прямо сейчас собрать. Ну, Эльгиз ее употребляет в настойке, она очень ароматная. Очень-очень ароматная. Смородину он тоже тщательно успевает. Мы в этом году с ним по очереди. И он бежит, собирает, и я бегу. Мне в свои блюда, ему в свои блюда. Слава богу, хоть что-то наросло, так можно собирать. Крыжовник говорит, тоже птицы клюют, очень хорошо клюют. Ой, ну птички, проглотики, их очень много. Вот, на табуреточке сидела. Все, пойду, унесу этот бетончик, пойду малину собирать. Клубнику остатки собрала, полтора килограмма. Остаток, ну, полтора килограмма набрала, офигеть. А малинку позавчера собрала. Смотрю, опять много наспела. Надо собрать, сходить. Мой улов сегодняшний. Малинка. И даже два огурца. Буквально вчера видела один, вот сегодня увидела второй, сняла их. Сейчас будем чего-нибудь с ним, вот с этим делом делать. Из собранной смородины сделаю желе. С килограммчик я оставила. С килограмм где-то, грамм 800. В заморозку положила. Какой-нибудь пару пирогов или один с печем зимой. А все остальное я на желе переделаю. То есть, кило сто сейчас у меня смородины. И кило сто взяла сахаром. Это не диабетически, конечно. Вариант, это мой вариант. Смородина очень-очень-очень полезная. Поэтому я каждый год немножко делаю. Ну, как немножко. Все какая из смородины это есть. Красная. Я всю ее использую. И постепенно, помаленечку, просто едим с чаем. Даже вам, диабетики, одну-две чайные ложки не повредит. Зато мне очень много витамин. Пектина мне тоже много. Она застывает очень хорошо. Быстро. Сейчас размешаем сахар хорошо. Поставим на огонь. И 10 минут, и она сварится. И все будет готово. Вот ягоду переложили в большую кастрюлю. Потому что при закипании она будет очень сильно пениться. И надо постоянно будет ее мешать. И так минут 10-15. В смородине есть косточки. Эти косточки потом мы процедим через сито. Вот, начала подниматься пена. Минут через 5. После того, как поставила на плиту. Вот, надо постоянно помешать, чтобы она не убежала. Эта ягодка и пена. Она скоро осядет. И будет готова. Вот, когда пена почти осела, уже не поднимается. Становится как будто бы гуще. Как будто бы гуще. То есть, от начала, как поставили ягоду на плиту, и до того, как ее выключить, минут 15, не больше. Все, сейчас пойдем процедим. Пока она горячая, смородинка, или как уже говорить, оно, желе. Ну, еще не желе, пока еще варенье. Пока горячее, нужно процедить. Потому что очень быстро застывает. Так, и вот процедим. Этот жмух я не выбрасываю. Он застынет. Я его переложу в судочек или в полиэтиленовый пакетик и уберу в холодильник. Добавлю в какой-нибудь компот. В один из компотов. Это очень полезно. Желе перелила я в баночки. Вот так. Вот, через 5 минут они уже застыли. Поставлю в холодильник. Будет вообще супер-пупер. Вот и все. Никаких проблем. Это самое, самое быстрое произведение из ягод. Вот, видите. 5 минут постояли и все, и уже застыл. Продолжение следует... Продолжение следует...